Разумная вера представляет труды философа и богослова доктора Уильяма Лейна Крейга. Он повсеместно признан одним из величайших защитников христианской веры нашего времени. На протяжении более чем 30 лет он исследует, пишет и вступает в дебаты с самыми известными в мире атеистами, агностиками и скептиками, отстаивая христианство. Единственным апологетом христианства, который сумел вселить страх перед Богом во многих моих друзей-атеистов. Наша задача как христиан состоит в том, чтобы не забрасывать людей аргументами, а убедить их. Мы стараемся сделать это, приводя хорошие доводы в пользу веры, а это значит, что тренировка разума – неотъемлемая и важная часть христианского ученичества. Это «Разумная вера» с Уильямом Лейном Крейгом. Человек, как пишет Лор Найсли, космический сирота. Он – единственное существо во Вселенной, кто спрашивает почему. У других животных есть инстинкты, которыми ими управляют, но человек научился задавать вопросы. «Кто я?» – спрашивает он. «Для чего я существую? Куда я направляюсь?» Со времен просвещения, когда он сбросил с себя оковы религии, человек пытался ответить на эти вопросы, не ссылаясь на Бога. Но ответы, которые у него получались, были не воодушевляющими, но темными и ужасными. Ты – случайный побочный продукт природы, следствие материи, времени и случайности. Нет никакой причины для твоего существования. Все, что тебя ждет – смерть. Современный человек думал, что когда он избавился от Бога, он освободился от всего, что его подавляло и сковывало. Вместо этого он обнаружил, что убив Бога, он заодно убил самого себя. Ведь если нет Бога, жизнь человека становится абсурдной. Это значит, что в нашей жизни нет конечного значения, нет конечной ценности и нет конечного смысла. Давайте рассмотрим каждую из них подробнее. Во-первых, в жизни нет конечного смысла. Если каждый отдельный человек перестает существовать, когда умирает, то какой конечный смысл может быть у его жизни? Какое имеет значение, существовал ли он вообще или нет? Можно сказать, что его жизнь может быть важной, потому что она повлияла на других или изменила ход истории. Но это лишь говорит об относительном значении его жизни, а не о конечном значении. Если все эти события в конечном итоге бессмысленны, то какой может быть конечный смысл во влиянии на любое событие? Человечество — обреченная раса, вымирающая от тепловой смерти Вселенной. Таким образом, вклад ученого в развитие знаний человечества, исследование доктора, чтобы облегчить боль и страдания, усилие дипломата по обеспечению мирного взаимосуществования, героическое самопожертвование хороших людей, в конечном итоге все это приведет к ничему. Все это не имеет ни малейшего значения, ни капли. Следовательно, жизнь каждого человека не имеет конечного значения. И поскольку наша жизнь в конечном итоге бессмысленна, деятельность, которой мы наполняем свою жизнь, также, в конце концов, бессмысленна. Долгие часы учебы в университете — наша дружба, наши интересы, наша работа, наши отношения — все это в конечном счете, в конечном итоге бессмысленна. В этом весь ужас современного человека, так как он заканчивается ничем. Он и есть ничто. Человек 20-го столетия осознавал это. Прочтите, например, «В ожидании года» Сэмуэля Беккетта. На протяжении всей пьесы двое ведут банальный разговор в ожидании появления третьего, но тот так и не приходит. Наши жизни именно таковы, утверждает Беккетт. Мы лишь убиваем время в ожидании, сами не зная, чего мы ожидаем. В своем стратегическом изображении участи человека Беккетт написал другую пьесу, в которой занавес поднимается, открывая публике сцену, заполненную хламом и мусором. 30 долгих секунд в полной тишине зрители сидят и изумленно смотрят на этот хлам. Затем занавес опускается. Конец. Французские экзистенциалисты Жан-Поль Сартер и Альбер Камю тоже это понимали. Сартер в своей пьесте «За закрытыми дверями» изобразил жизнь как ад. Последней репликой пьесы были слова отчаяния. Ну, покончим с этим. Далее Сартер пишет о тошнотворности существования. Он говорит, что человек плывет по течению в лодке без руля по бескрайним морю. Камю также жизнь виделась абсурдной. Он говорил, что жизнь похожа на человека, обреченного на вечность катить валун на холм только для того, чтобы тот постоянно скатывался вниз снова и снова и снова. В конце его короткой повести «Посторонний» герой обнаруживает во вспышке прозрения, что у Вселенной нет смысла и нет Бога, чтобы придать ей какой-либо смысл. Французский биохимик Жак Моно, как представляется, разделял эти чувства, когда писал в своей работе случайность и необходимость. Человек наконец-то знает, что он одинок в безразличной необъятности Вселенной. Итак, если нет Бога, то жизнь сама по себе становится бессмысленной. Человек и Вселенная лишены конечного значения. Во-вторых, в жизни нет конечной ценности. Если жизнь заканчивается могилой, то нет никакой разницы, жил ли человек как Сталин или как святой. Как подметил русский писатель Федор Достоевский, если нет бессмертия, то все дозволено. Основываясь на этом, писательница Айн Рент абсолютно права в своем восхвалении добродетели эгоистичности. Живи только для себя. Никому не придется давать отчет за свои поступки. В самом деле, было бы глупо поступать иначе, ведь жизнь слишком коротка, чтобы растрачивать ее на что-либо, кроме как исключительной выгоды для себя. Самопожертвование ради другого человека было бы глупым. Но проблема становится еще хуже, так как, несмотря на бессмертие, если нет Бога, то не может быть объективных стандартов добра и зла. И все, с чем мы остаемся, как говорит Джан-Поль Сартер, это голый, безоценочный факт существования. Моральные ценности являются либо выражением личного предпочтения, или побочным продуктом социально-биологической эволюции и воздействия среды. В мире без Бога кто может утверждать, какие ценности верны, а какие ошибочны? Кто может рассудить, что ценности Адольфа Гитлера хуже ценности матери Терезы? Понятие объективной морали утрачивает какое-либо значение в мире без Бога. Не может быть правильного или неправильного. Это означает, что невозможно осудить войну, угнетение или преступление, как зло. Это также означает, что невозможно восхвалять братство, равенство и любовь, как добро, так как во Вселенной без Бога добро и зло не существуют. Есть лишь голый безоценочный факт существования. И нет никого, кто мог бы заявить, что вы правы, а я не прав. В-третьих, в жизни нет конечной цели. Если смерть стоит с распростертыми объятиями в конце жизненного пути, то в чем цель жизни? Все зря? Нет причины жить? Есть ли какое-то предназначение у человечества? Или это всего лишь однажды исчезнет в забвении безразличной Вселенной? Английский писатель Герберт Уэллс предвидел такую перспективу. В его повести «Машина времени» путешественник во времени отправляется в далекое будущее, чтобы узнать судьбу человечества. Все, что он находит, это практически безжизненная Земля, за исключением немногочисленного лишайника и мха, вращающегося вокруг гигантского красного солнца. Единственные звуки — это порывы ветра и слабый шелест морских волн. Уэлл пишет, не считая этих безжизненных звуков, мир был безмолвен. Безмолвен? Было бы сложно передать его покой и тишину. Все звуки человечества, влияние овец, крики птиц, жужжание насекомых, шум, который составляет фон нашей жизни, всему этому пришел конец. В итоге путешественник Уэллса во времени вернулся обратно в свое время. Но куда? Всего лишь в более ранний момент бесцельного движения к этому забвению. Когда я не быв еще христианином, впервые прочел книгу Уэллса, я подумал, нет, нет, все не может закончиться так. Но если нет Бога, все закончится именно так. Нравится вам это или нет? Нет надежды, нет предназначения. Мне вспоминаются навязчивые строки Томаса Эллиота. Вот так кончается мир. Вот так кончается мир. Вот так кончается мир. Хныканье, а не взрывом. Если нет Бога, то наша жизнь не отличается принципиально от жизни собаки. Я знаю, что звучит резко, но это правда. Как выразился древний автор книги Экклезиаста, участь сынов человеческих и участь животных — участь одна. Как те умирают, так умирают и эти. И одно дыхание у всех. И нет у человека преимущества перед скотом, потому что все — суета. Все идет в одно место. Все произошло из праха и все возвратится в прах. В этой книге, которая больше похожа на образец современной экзистенциальной литературы, чем на библейскую книгу, автор показывает тщетность удовольствий, богатства, образования, известности, славы и чести в жизни, обреченной на смерть. Его приговор — суета-сует. Все — суета. Если жизнь заканчивается могилой, то у нас нет итогового смысла для того, чтобы жить. Я надеюсь, вы начинаете осознавать всю серьезность альтернатив стоящих перед нами. Ведь если Бога нет, то все, что нам остается, это отчаяние. Жизнь не имела бы значения ценности и цели, и поэтому вопрос о существовании Бога так важен для человечества. К сожалению, масса людей не осознает этот факт. Они продолжают жить, как будто ничего не изменилось. Мне вспоминается история великого атеиста 19 века Фридриха Ницше, который превозгласил смерть Бога. Ницше говорит о безумце, который рано утром ворвался на рыночную площадь с фонарем в руке, крича «Я ищу Бога! Я ищу Бога!» Так как многие и стоящие там не верили в Бога, его поведение вызвало смех. Что, Бог потерялся? Дразнили они его. Или он спрятался? Или, может быть, он уехал в путешествие или эмигрировал? Так они кричали и смеялись. Затем, пишет Ницше, безумец повернулся к ним и пронзил их взглядом. «Куда делся Бог?» закричал он. «Я отвечу вам, мы убили его, вы и я. Все мы его убийцы. Но как мы это сделали? Как мы могли выпить море? Кто дал нам такую губку, чтобы стереть весь горизонт? Что мы сделали, когда отцепили эту землю от солнца? Куда она теперь движется? Прочь от всех солнц? Разве мы не тонем все время? Назад, вбок, вперед, во всех направлениях? Остался ли какой-то верх или низ? Разве мы не блуждаем, как бесконечное ничто? Разве мы не чувствуем дыхание пустого космоса? Разве оно не стало холоднее? Разве не наступает на всю ночь и все большие ночи? Разве не должны быть зажжены фонари по утрам? Разве мы не слышим еще шума копателей могил, хоронящих Бога? Бог мертв, и мы убили Его, как мы, убийцы из убийц, будем утешать себя. Толпа молча смотрела на безумца в изумлении. Наконец, он разбил свой фонарь о землю. «Я пришел слишком рано», сказал он. «Это страшное событие еще в пути. Оно еще не достигло ушей человека». Люди еще не осознали до конца последствия того, что они сделали, убив Бога. Но Ницше предсказал, что однажды люди осознают логические следствия своего атеизма, и это осознание приведет к эре нигилизма, уничтожения всего смысла и всех ценностей жизни. «Конец христианства», писал Ницше, означает приход нигилизма. Этот ужаснейший из гостей уже стоит у дверей. «Вся наша европейская культура уже некоторое время движется», писал Ницше, «с мучительным напряжением, которое нарастает от десятилетия к десятилетию, как катастрофе, беспокойно, неистово, стремительно, как река, которая хочет достичь конца. Она больше не отражает, она боится отражать». Большинство людей до сих пор не размышляют над последствиями атеизма и так, как толпа на рыночной площади идут в неведении по своим делам. Но когда мы осознаем, как осознал Ницше, что подразумевает атеизм, то его вопрос со всей тяжестью давит на нас, как мы, убийцы из убийц будем утешать себя? Еще раз, главный вопрос, как мы, убийцы из убийц, будем утешать себя? На мой взгляд, столкнувшись с этим затруднительным положением, у нас есть в целом три альтернативы. Во-первых, покончить жизнь самоубийством. Столкнувшись с абсурдностью жизни, нужно просто покончить с ней здесь и сейчас. Камю считал самоубийство единственным серьезным философским вопросом, стоит ли продолжать жить? Иногда мы слышим людей, которые отвечают «нет». Сегодня в Соединенных Штатах основной причиной смерти подростков являются самоубийства. Но для большинства из нас самоубийство не выход. Удовольствие, которое доставляет жизнь и страх перед неизвестным, заставляет нас продолжать жить. Вторая альтернатива заключается в том, что мы должны встретить лицом к лицу абсурдность жизни и жить отважно. Атеистический философ Бертран Рассел, например, написал, что мы должны строить наши жизни на твердом фундаменте постоянного отчаяния. Камю сказал, что мы должны честно признать абсурдность жизни и жить в любви к ближнему. Фундаментальная проблема у этого решения, однако, заключается в том, что невозможно жить логически, последовательно и счастливо с подобным мировоззрением. Человек не может жить так, как будто жизнь не имеет смысла ценности и цели. Поэтому подсознательно люди полагают, что их жизнь имеет смысл ценность и цель, даже если они не имеют на это право, поскольку современный человек не верит в Бога. Итак, давайте рассмотрим каждую из трех областей, в которой мы увидели абсурдность жизни без Бога, чтобы показать, как человек не может жить последовательно и счастливо со своим атеизмом. Сначала рассмотрим область смысла. Мы убедились, что без Бога у жизни нет смысла. Несмотря на это, философы продолжают жить, как будто у жизни все-таки есть смысл. Например, Жан-Поль Сартер утверждал, что человек может создать смысл для своей жизни, свободно выбирая тот или иной способ жизни. Сартер для себя выбрал марксизм. Но это в высшей степени непоследовательно утверждать, что жизнь объективно абсурдна, и затем утверждать, что человек может создать смысл для своей жизни. Если жизнь в самом деле абсурдна, то человек в ловушке. Без Бога не может быть объективного смысла жизни. Предложение Сартра является по сути упражнением в самообмане. Ведь вселенная внезапно не обретет смысл просто от того, что я захотел придать ей смысла. Это легко понять. Предположим, я дал вселенной один смысл, а вы другой. Кто же прав? Ответ разумеется никто. Поскольку вселенная без Бога остается объективно бессмысленной, не имеет значения, как мы думаем об этом. Сартер на самом деле говорит, давайте притворимся, что у вселенной есть смысл. Но это лишь самообман. Проблема в том, что если Бог не существует, то жизнь объективно бессмысленна. Но человек не может жить последовательно и счастливо, зная, что жизнь бессмысленна. Поэтому чтобы быть счастливым, он придумывает какие-то цели и проекты для жизни и притворяется, что у жизни есть смысл. Но это, конечно, крайне непоследовательно, ведь без Бога человек и вселенная лишены объективного значения. Перейдем теперь к проблеме ценности. Здесь мы можем наблюдать самые вопиющие непоследовательности. В первую очередь, атеистические гуманисты полностью непоследовательны в утверждении традиционных ценностей человеческой любви и братства. Камю подвергался совершенно справедливой критике за то, что непоследовательно держался и за абсурдность жизни, и за этику любви к человеку и братства. Эти две вещи логически несовместимы. Как написал один философ, невозможно создать этику братской любви из философии нигилизма. Бертран Рассел тоже был непоследователен, так как, несмотря на то, что он был атеистом, он был искренним социальным критиком, осуждающим войны и ограничения сексуальных свобод. Рассел признавал, что он не мог жить так, как будто этические ценности были лишь делом личного вкуса, и что он таким образом осознавал, что его собственные взгляды невероятны. «Я не знаю решения», признался он, «проблема в том, что если нет Бога, то объективное добро и зло не могут существовать». Как сказал Достоевский, «все дозволено». Но Достоевский также показал, что человек не может так жить. Он показывает нам это, например, в своем романе «Преступление и наказание», в котором молодой атеист жестоко убивает пожилую женщину. Хотя он знает, что исходя из своих предположений, он не должен чувствовать себя виноватым. Тем не менее, он поглощен чувством вины, пока наконец не признается в своем преступлении и не отдает свою жизнь Богу. В своем шедевре и братья Карамазовы Достоевский рассказывает о том, как человек убивает своего отца, потому что его брат Иван сказал ему, что Бога не существует и поэтому нет моральных абсолютов. Мужчина говорит Ивану, что на самом деле их отца убил сам Иван, поскольку именно Иван сказал, что моральные абсолюты иллюзорны. не в силах жить с логическими следствиями собственной системы Иван страдает от психического срыва. Человек не может жить так, как будто моральных ценностей не существует. Он не может жить так, как будто полностью приемлемо для солдат убивать невинных детей. Он не может жить так, как будто диктаторские режимы могут систематически следовать программам физических пыток, политических заключенных. Он не может жить так, будто допустимо, чтобы диктаторы вроде Пола Потта или Слобана Милошевича безжалостно совершали этническую чистку и геноцид против собственного народа. Все в нем кричит, чтобы сказать, что эти действия дурны, по-настоящему злые. Но если нет Бога, он не может этого сделать, и поэтому он делает прыжок веры и все равно утверждает ценности. И когда он это делает, он проявляет неадекватность мира без Бога. Ужас мира, лишенного ценности, появился для меня с новой силы несколько лет назад, когда я смотрел документальный фильм BBC под названием «The Gathering». В нем были собраны интервью с людьми, пережившими Холокост, которые приехали в Иерусалим, чтобы поделиться своим опытом и восстановить утраченные дружеские отношения. Я побывал в концентрационных лагерях в Европе и раньше слышал истории о Холокосте и думал, что меня уже не могут шокировать дальнейшие рассказы о тогдашних ужасах. Но когда я посмотрел эти интервью, я понял, что это не так. Одна женщина, например, рассказала о том, как она была заключена в Освенцами и была вынуждена, поскольку она была медсестрой, стать гинекологом в Освенцами. Она заметила, что доктор Менгеле разместил всех беременных вместе в определенных бараках. Она наблюдала, как беременные женщины были отобраны солдатами под руководством доктора Менгеле и отправлены жить в один барак. Прошло некоторое время, и она заметила, что больше нигде нет этих женщин. Она навела справки, где эти беременные женщины, которых разместила в этом бараке. Вы не слышали? Был ответ. Доктор Менгеле использовал их для вивисекции. Раввин рассказал историю о женщине из лагеря, у которой был маленький ребенок. Доктор Менгеле хотел провести эксперименты, чтобы увидеть, как долго младенец может прожить без кормления. Поэтому он перевязал груди этой женщины, чтобы она не могла кормить своего ребенка. Каждый день малыш терял вес. Факт, который был внимательно протоколирован доктором Менгеле. В отчаянии эта бедная женщина пыталась спасти своего ребенка, давая ему куски хлеба, размоченные в кофе, но все было тщетно. Каждый день ребенок терял вес, и каждый день доктор Менгеле взвешивал ребенка, чтобы контролировать потерю его веса. Затем медсестра пришла втайне к этой женщине и сказала ей, «Я принесла дозу морфина, которую вы можете вколоть ему, чтобы прекратить его жизнь и уйти из этого места. Я организовала для вас возможность побега отсюда, но вы не можете взять ребенка с собой. Когда женщина запротестовала, я не могу убить своего ребенка». Медсестра настояла, «Послушайте, ваш ребенок все равно умрет. По крайней мере, спаситесь сами». И поэтому эта мать была вынуждена лишить жизни своего собственного младенца. Мое сердце разрывалось от этих историй. Один раввин, переживший концлагерь, подытожил, сказав, что в Освенциме будто существовал мир, в котором все десять заповедей были вывернуты наизнанку. Лги, убей, укради. Человечество никогда не видело такого ада. И все же, если Бог не существует, то в некотором роде весь наш мир, Освенцим, нет абсолютного добра и зла. Все дозволено. Но ни один атеист, ни один агностик не может жить последовательно с такой точкой зрения. Наконец, давайте рассмотрим проблему цели в жизни. Единственная возможность жить счастливо для большинства людей, которые отрицают смысл жизни, это либо выдумать какой-то смысл, что является самообманом, как мы убедились на примере Сартра, либо не доводить их мировоззрение до логического конца. Например, взять проблему смерти. Согласно психологу Эрнсту Блоху, единственный способ для современного человека жить перед лицом смерти, это подсознательно одалживать веру в бессмертие, которой придерживались его предки, даже хотя у него нет базиса для такой веры, ведь он не верит в Бога. Блох заключает, это довольно поверхностная храбрость питается за счет одолженной кредитной карты. она живет за счет надежд прошлого и поддержки, которую они когда-то предоставляли. Но современный человек больше не имеет права на эту поддержку, так как он отвергает Бога. Но чтобы жить со смысленной целью, он делает прыжок веры, чтобы утвердить цель жизни. Мы часто обнаруживаем такую же непоследовательность среди тех, кто говорит, что человек и вселенная появились случайно, без какой-либо причины и цели. Например, феминисты подняли бурю протеста против сексуальной психологии Фрейда, потому что она шовинистическая и унизительная для женщин. И некоторые психологи уступили и пересмотрели свои теории, но это крайне непоследовательно. Если фрейдианская психология на самом деле верна, то не имеет никакого значения, унизительна ли она для женщин. Невозможно поменять истину только потому, что вам не нравится, какие из нее следуют выводы. Но люди не могут жить последовательно и счастливо в мире, в котором другие люди обесцениваются. И все же, если Бог не существует, то ни у кого нет никакой ценности. Только если Бог существует, человек может последовательно отстаивать права женщин. Ведь если Бог не существует, то естественный отбор диктует, что самец является более доминантным и агрессивным. У женщин в этом случае не больше прав, чем прав у козы или курицы. В природе, что бы то ни было, то правильно. Но кто может жить с такими взглядами? Очевидно, даже фрейдианские психологи не могут жить с такими взглядами, придавая собственной теории, когда они доводятся до их логического завершения. Или возьмем социологический бихевиоризм Б.Ф. Скиннера. Его взгляды приводят к виду общества, описанному в книге Джорджа Оруэлла 1984, в которой государство контролирует и программирует мысли всех граждан. Если у собаки Павлова может выделиться слюноотделение при звонке колокольчика, то и у человека тоже. Если теории Скинера верны, то не может быть никаких моральных возражений против того, чтобы обращаться с людьми как с крысами в экспериментах Скинера, когда они бегут через лабиринт, мотивируемые едой и электрическими ударами. Согласно Скинеру, все наши действия в любом случае предопределены. И если Бог не существует, то не может быть выдвинуто никакого морального возражения против такого рода программирования, так как человек принципиально не отличается от крысы, ведь и крыса, и человек всего лишь материя, плюс время, плюс случай. Но опять же, кто может жить с такими бесчеловечными взглядами? Или, наконец, возьмем биологический детерминизм Фрэнсиса Крика. Логический вывод из него заключается в том, что человек подобен любому другому подопытному субъекту. Мир ужаснулся, когда узнал, что в лагерях вроде Дахау нацисты использовали заключенных для медицинских экспериментов на живых людях. Но почему нет? Если Бог не существует, не может быть возражений против использования людей как подопытных кроликов. Мемориал в Дахау гласит, «Ни Вейдер, никогда больше». Но подобные вещи продолжаются. Недавно выяснилось, что в Соединенных Штатах после войны медицинские исследователи вводили неизвестным им лицам, принадлежащим к группам меньшинств, стерилизующий препарат. Разве мы не должны протестовать против того, что это неправильно? Что люди — это больше, чем просто электрохимические машины? И итогом такого взгляда является популяционный контроль, в котором слабые и нежелательные особи убиваются, чтобы освободить место для сильных. Но чтобы мы могли последовательно возражать против таких взглядов, необходимо существование Бога. Только если Бог существует, может быть цель в жизни. Таким образом, как сказал один современный автор, «Если Бог мертв, человек тоже мертв». Человек не может жить последовательно и счастливо, как если бы жизнь не имела смысла, ценности и цели. Одного ограниченного мира недостаточно для утверждения счастливой и последовательной жизни. Но это подводит нас к третьей и последней альтернативе. И это бросает вызов мировоззрению современного человека. А именно, к подтверждению того, что Бог действительно существует, и что жизнь имеет смысл, ценность и цель. Это позиция библейского христианства. Таким образом, библейское христианство дает выход из затруднительного положения современного человека. Потому что, согласно христианскому мировоззрению, Бог существует, и жизнь не заканчивается могилой. Библейское христианство, следовательно, выполняет два условия, необходимые для осмысленной, ценностной и целенаправленной жизни для человека. Бог и бессмертие. Согласно христианскому мировоззрению, жизнь имеет смысл, потому что человечество создано по личному образу Бога. И наша судьба — познать Бога и вечно наслаждаться им и Его любовью. Жизнь имеет ценность, потому что святая и праведная природа Бога является абсолютным мерилом правильного и неправильного, добра и зла. Эта природа выражается по отношению к нам в форме Его божественных заповедей, которые составляют для нас наши моральные обязанности. Таким образом, нравственный выбор, который мы делаем сейчас, в этой жизни, наполнен вечным значением. Наконец, у жизни есть цель. Как говорится в Весмистерском катехизисе, предназначение человека — прославлять Бога и вечно радоваться в Нем. Таким образом, библейское христианство преуспевает именно там, где терпит поражение атеизм. Космическая сирота может вернуться домой. Я хочу прояснить, что ничего из этого не доказывает, что библейское христианство — истина. Но это наглядно показывает альтернативы, стоящие перед нами. Если Бог не существует, то жизнь тщетна. Если Бог Библии существует, то жизнь наполнена смыслом. Только вторая из этих альтернатив позволяет нам жить счастливо и последовательно. Более того, мне кажется, что если даже свидетельства истинности этих двух альтернатив были бы совершенно равносильными, рациональному человеку следовало бы выбрать веру в Бога. То есть, если свидетельства равны, мне представляется крайне нерациональным предпочитать смерть, бессмысленность и отчаяние жизни, а смысленности и счастью. Как сказал Паскаль, «Терять нам нечего, но мы можем приобрести вечность». Сейчас мы дадим вам возможность задать ваши вопросы и обсудить тему. Итан поможет нам в этом. Спасибо, доктор Крейг. Итак, у кого возникли вопросы? Вот я вижу. Окей. Вы будете первым. Итак, пожалуйста. Можете ли вы затронуть проблему разных религий и разных богов? Да. То, что я сказал сегодня вечером, свойственно христианскому миру и взглядам на жизнь. Но это не было бы исключительно христианским, в том смысле, что любой взгляд на мир, который дает вам эти две необходимые предпосылки, личностный бог, которого можно познать, любить и пережить, и бессмертие. Так что это соответствовало бы, например, иудаизму, и, возможно, также исламу. Это не согласуется с некоторыми восточными религиями, которые отрицают существование какого-либо личного бога и, фактически, обычно отрицают бессмертие. Часто целью является самоуничтожение. Уничтожение «я». Так что я думаю, это не соответствует затруднительному положению современного человека. Но, по крайней мере, три великие монотеистические религии, принадлежащие иудеям христианской традиции, обеспечат необходимые предпосылки для объективно значимого и целенаправленного существования. Вы недавно говорили о том, что без бога у нас не может быть чего-то вроде прав женщин, когда вы говорили о Фрейде. Как в это вписываются права животных? Это очень-очень интересный вопрос. Как во все это вписываются права животных? Опять же, я бы сказал то же самое о правах животных. Мне кажется, что в отсутствии бога я не вижу оснований, как вообще любой человек может поддерживать права животных. Потому что в природе, как я говорю, все, что есть, то и правильно. Править закон джунглей. Единственный закон в природе — выживание сильнейшего. Если вид хомо сапиенс решит истребить все другие формы жизни на земле, в этом нет ничего правильного или неправильного. Это просто закон выживания сильнейшего. Итак, мне представляется, что, опять же, только атеист, только человек, который верит в Бога, может защищать усилия по сохранению вымирающих видов и иметь адекватную экологическую этику. Я не понимаю, как атеист или натуралист может говорить об экологической этике. Сказав это, я, однако, не думаю, что буду истолковывать это с точки зрения прав животных как таковых. Потому что я не считаю животных моральными личностями. Люди являются моральными существами, а животные — нет. Так, например, когда лев убивает зебру, он убивает ее, но не совершает убийства. Или когда чайка выхватывает рыбу из когтей другой чайки, она выхватывает рыбу, но не крадет ее, если вы понимаете, о чем я. У животных нет моральных обязанностей или обязательств. Поэтому я бы не стал истолковывать этику животных или окружающей среды с точки зрения прав животных. Наоборот, я бы истолковал это с точки зрения человеческих прав. И человеческих моральных обязанностей. Другими словами, Бог, согласно повествованию о сотворении мира в Библии, поручил человеку управлять землей, заботиться о земле и ухаживать за нею. Скажем, как садовник ухаживает за виноградником. Следовательно, насиловать и грабить землю, ее ресурсы и животных — это нарушение повеления Бога о том, чтобы мы ухаживали за его творением и заботились о нем. Я думаю, что Бог, так сказать, ранен, когда он видит ужасную рану, которую человечество часто наносит на прекрасную природу, созданную Богом. Ведь в Бытии сказано, что Бог увидел, что все весьма хорошо. Мы часто не исполняем наши обязанности по отношению к творению. Поэтому я бы рассматривал это не с точки зрения прав животных как таковых, а с точки зрения морального долга человека заботиться об этих прекрасных творениях, которые Бог создал и предоставил нам. Следующий вопрос. Теперь с этой стороны, пожалуйста. А мы еще укладываемся во времени? Да, конечно, укладываемся. Пожалуйста, вопрос с этой стороны. Вы сказали, что три великие монотеистические религии — иудаизм, ислам и христианство — будут соответствовать мировоззрению, которое признает Бога и дает смысл и цель. Я согласен с этим. Но вот мой вопрос. Почему вы решили стать христианином, а не мусульманином или иудеем? Что вы находите особенного в христианстве? Вы находите его более полезным для себя, или вы находите лучшие ответы на эти вопросы о цели, ценности и смысле? Что, по вашему мнению, отличает христианство от двух других религий, которые вы упомянули? Почему именно они удовлетворили ваш поиск? Думаю, вы не удивитесь, если я отвечу «Иисус из Назарета». Он внес отличия. И он, помимо прочего, отличает иудаизм и ислам от христианства. Когда, будучи не христианином, я впервые услышал весть Христа, то начал читать Новый Завет. Я никогда раньше не читал Новый Завет, и, читая Евангелие и историю Иисуса из Назарета, я был абсолютно очарован этим человеком. В его словах было столько правды, в нем была мудрость, с которой я никогда раньше не сталкивался, и в его жизни была подлинность, которая не была характерна для многих людей, которые утверждали, что являются его последователями в нашей культуре и утверждают, что являются христианами. Я был просто очарован Иисусом из Назарета, когда я понял послание Нового Завета о том, что я грешен и поэтому отделен от Бога. Это прозвучало в моей жизни как истина. Я чувствовал, что, хотя я верил, что существует Бог, у меня не было никаких личных отношений с Ним. Он был для меня далеким и неизвестным существом. Заглянув в собственное сердце, я увидел черноту внутри, моральный эгоизм и эгоцентризм. Так что у меня не было проблем с тем, что я прочитал в Новом Завете. Где говорится, что все люди согрешили и лишены славы Божьей. Я понял любовь Христа, и это ввлекло меня. Представление о том, что сам Бог в образе своего Сына умер на кресте в качестве жертвы за мой грех, чтобы я мог примириться с Ним. Затем, более всего, возможно, представление о том, что через Христа я вступлю в личные отношения с Богом, что Бог может стать живой личной реальностью в моей жизни, как любящего Отца, это было невероятно привлекательно. И так, когда я читал Новый Завет и читал христианские книги и так далее, в течение примерно шести месяцев, я был просто убежден, что это правда. И с тех пор ничто из того, что я читал или изучал, не изменило моего мнения об этом. Когда я смотрю, например, на иудаизм, я вижу, что Ветхий Завет предвещает Иисуса как еврейского мессию. Я думаю, что вера в Иисуса это самое еврейское, что может сделать человек. Когда я читаю Коран, я считаю, что изображение Иисуса в Коране исторически не точно. Он написан через 600 лет после самих событий и во многих отношениях является явно легендарным, тогда как документы Нового Завета были написаны в первом поколении, когда очевидцы были еще живы, и таким образом дают более точное изображение того, кем был исторический Иисус. Итак, по этим причинам я считаю, что христианское притязание на истинность достоверно, и поэтому с энтузиазмом считаю себя христианином.